Практическая психология И все, кто помогает нам эту передачу вести И те люди, для которых мы это и делаем То есть те люди, которые это услышат Те люди, которые будут это слушать И пожелать им здравствовать именно в исконном значении Здравия Желаем здоровья Причем физического и психологического Что тоже немаловажно Но я сейчас попробую подстроиться под ваш темп Мне он очень близок, знаком Хорошо мне тоже в этом состоянии Итак, панические атаки Даже уже в первом слове панические Есть что-то такое устрашающее, угрожающее И вы понимаете, что с этим сталкивается Современный человек все чаще и чаще Что такое панические атаки? Расскажите ваше видение Дело в том, что у термина панические атаки Который на самом деле был изобретен Даже не изобретен, а озвучен Американскими психологами Специалистами где-то даже в 80-м году Прошлого века Вот лично я, пусть и шутливо Но я бы за такой термин уже наказывал Потому что само только вот это Произношение этого слова Что у меня панические, да плюс еще и атаки Это уже может повергнуть Не только в состоянии шока Но и в состоянии безрадостного Ожидания какой-то неминуемой смерти То есть все На самом деле человек, понимающий, что это у него такое происходит Он уже наполовину Приободрен Как мы говорим, да Осознание происходящего Половина успеха И вот я хотел бы назвать панические атаки Другим более разумным Пусть и сложноватым, но более разумным термином По сути это вегетососудистая дистония Вот если у меня Слышатели простят за пятиминутную Такую вот теорию Да, это было бы Наверное полезно всем Да Дело в том, что у нас есть Ну такая вегетативная нервная система Которая отвечает только за одно Она напрягает Те органы, те сосуды Те структуры нашего организма Для того, чтобы мы взяли и побежали Рванули, не успевая на автобус, на поезд или еще куда-то Сделали, отскочили от падающей глыбы Ну то есть что-то сделали резко, быстро и напряженно И это сосудистое означает, что влияние идет именно на сосуды Сосуды в момент стресса, в момент какой-то резкой ситуации Они сужаются для того, чтобы Ну там нет времени на медленные танцы Нам надо быстро тут соскочить Как у тебя начала сейчас программу Да, а дистония Дис это нарушение, а тонус это нарушение тонуса И получается, что это такое состояние наших сосудов Через которое кровь идет сильно Давление у нас повышается Сердце у нас бьется, хлопается Да, как говорят люди взрослого возраста Мы не понимаем, что происходит Потому что внешних причин как будто бы для этого нет Все по-прежнему И при этом мы чувствуем страх смерти Нам кажется, что вот-вот и сейчас мы умрем И будет вообще вах Что-то непоправимое Этому нет никаких причин И человек, пугаясь этого Он действительно только усугубляет свое состояние И поэтому я бы предложил другой термин И на конференциях, на которых я изредка, правда, но участвую Я предлагаю другой термин Психическая судорога И я объясню, почему Дело в том, что Дело в том, что К примеру, человек, который очень долго гребет ногами Человек, который бегает по полю за мечом Или от меча Он как раз-таки напрягает мышцы ног Которые у него, разумеется, бывают очень напряженными И так как волокна мышц, они тоже напрягаются Срабатывает естественная защита Когда мышцы начнут экстренно сбрасывать напряжение И сбросить его нужно сразу же Вот максимально много То есть мышцы начинают трястись Сбрасывая все, что у них и накопилось И тогда мы понимаем, что да, вот это сбросилось Все, мышца находится в расслабленном состоянии Она как бы выкинула все лишнее Так вот у нас с психикой происходит то же самое То есть все накопленное за январь месяц За квартал вот того года Или вообще за те последние пять лет За последние пятьдесят пять лет Пятьдесят пять лет Да, за себя и за того парня Мы просто взяли и сейчас вмиг отработали Но когда мы начинаем это отрабатывать Вот эта психическая судорога пошла Единственное, что нам не надо бы делать в этой ситуации И что мы единственное и делаем Мы начинаем еще сильнее переживать Ведь мы же сейчас умрем, скорее всего Думаем мы И напрягаемся еще сильнее И круг замыкается Получается, что мы напряглись, чтобы сбросить Но сбрасывая, напряглись и замкнули этот круг И теперь человек находится в ожидании того Что когда-то произойдет нечто И ты еще этого не знаешь И теперь ты в постоянном ожидании Вот этой неминуемой какой-то вот своей Состояния вот этого, непонятного Потому что кажется, что если вот сейчас Мне повезло и я пережил это То уже вот в следующий раз Да, на это я силы могу и не найти Да, и поэтому я всегда говорю Это приспособительная функция Задача вегетативной нервной системы Приспособление организма Адаптационный механизм И это такая защитная функция для нас Но так как мы об этом не знаем Мы начинаем подозревать, что что-то не так происходит Мало того, мы же начинаем копаться с точки зрения Так, а почему это происходит не у всех? Почему это произошло только вот, например, у того и того человека? Так вот смотрите, оказывается, что это состояние Оно достаточно распространено И говорят, что за последние пять лет Количество этих ситуаций настолько возросло, что прям ах Но специалисты, которые занимаются этим вопросом давно Они говорят, что эти ситуации Вот эти состояния Эти состояния психических судорог проживают Чуть ли не каждый пятый человек как минимум раз в жизни Бывают ситуации, когда это происходит чаще, больше Но нам только сейчас, но это об этом известно У нас же интернет только сейчас Нам говорит о том, что не только у меня такое И только сейчас самое интересное Врачи начинают понимать, что такое То есть вот в коридоре от кардиолога к неврологу От невролога обратно к терапевту И вот после пройдя уже все эти инстанции Ему кто-то осторожно говорит Может быть вам психотерапевту попробовать Да, через три года Это вот его хождение по мукам Человек приходит и у него получается Вот справиться с этой ситуацией За какое-то короткое или не очень короткое время И на самом деле я хотел бы озвучить вот такую мысль Которую, возможно, некоторые специалисты Далековатое от этого Они подумают, что я Бахвалюсь, да, есть такое слово Но на самом деле я хотел бы, чтобы люди Которые слушают эту передачу услышали, что паническая атака Будь она неладна, да, или психическая судорога Она не опаснее простуды И чаще всего бывает, что простуда опаснее, чем панические атаки Но снижая значимость этой панической атаки Этих психических судорог Или наоборот неправильное действие Мы можем создать такие условия При которых с этого момента и до конца нашей жизни Эти состояния будут и будут и будут Ухудшая качество нашей жизни Мешая вообще нам радоваться жизни Понимая, что с этого дня я обречен И вот именно с таким запросом Знаете, я обречена Вот со мной что-то происходит И приходит большинство людей, которые в этом состоянии находятся Давайте сейчас попробуем Такую более яркую картину Обрисовать Что испытывает человек Который познакомился с паническими атаками То есть это проявление в чём? В дыхании, в сердцебиении Вот прямо классику жанра Да Дело в том, что существует три основных типа панических атак Они бывают разные Но это, наверное, по мере возникновения Бывают спонтанные Когда человек просто идёт И вдруг его накрыла лавина вот этого страха, ужаса, тревоги нарастающей Это может быть какие-то условно-ситуационные Когда человек просто повторил что-то, что в прошлом вызвало у него психотравму И это у него аукнуло сейчас эхом таким горным А бывает чисто вот такие ситуационные Когда действительно что-то сейчас вызвало этот страх Реально существующий И у человека вот это всё закрепилось Но что испытывать в этой ситуации у человека? Есть несколько типов Бывают кардиологические типы Вдруг сердце начинает биться Вдруг сердце начинает биться Вдруг как сумасшедшие Начинает у человека вдруг теряться дыхание Или наоборот дыхание у него Если не исчезает, то в забу дыхание спёрло Но если у классика это от радости, то здесь от гадости Человек чувствует, что я не могу дышать Ему трудно сделать вдох и выдох Так как ему трудно дышать Он старается дышать ещё сильнее У него повышается сердцебиение И на самом деле, вы знаете Как раз таки вот у него Всё это сопровождается состоянием страха Потому что это состояние непонятное для него Это неизвестно откуда взявшееся И неизвестно сколько оно продлится Мало того, человек вдруг понимает Что он не может никак контролировать Как ему кажется, да? В эти первые мгновения На самом деле, на самом деле Эти состояния, как бы мы тут не говорили Что это всё очень просто, легко и комфортно Эти состояния не регулируются волевыми усилиями Потому что наша вегетативная нервная система Отвечает за те наши части нашего организма А я буду говорить таким простым, обывательским языком За те части нашего организма И за те функции, которые не поддаются Хочу-не хочу Это бене сердца Это частота дыхания Это размер пульса То есть, если мы побежали, пульс ускоряется И у бегунов он до 195 И считается более-менее нормальным Если мы лежим То понятно, что 195 в лежачем состоянии Это не совсем хорошо И вот как раз таки вегетативная система Наравне Вот она как раз таки Это всё регулирует И человек, сталкиваясь с этим Действительно не понимает Что, куда, как И вот это ощущение страха Оно очередной раз фиксирует Вот это состояние И круг замыкается Вот изучая это явление Например, многие специалисты говорят Что это своего рода Вот когда у человека появляются панические атаки Это своего рода такой звоночек Да, того, что нужно срочно пересмотреть Свой, начиная, режим Своё восприятие Себя самого в этой самой своей жизни Да Нагрузку, с которой ты справляешься Согласны вы с этим? Я с этим, знаете, в каком смысле согласен Вернее, в каком смысле не согласен Мне кажется, что это не звоночек Мне кажется, что это колокол на бат В который просто уже барабанят Что есть мочь Это показатель, что психика Не просто не справляется А вот дальше будет хуже И для того, чтобы дальше не было хуже Этот момент, этот процесс запускается С чем это можно сравнить Ну, для людей, которые, например, едут И слушают это в дороге Вот для водителей А если человек только-только сел за руль Едет, да И случайно довелась ситуация Что у него включился Вот тот охладитель радиатора Да, который вдруг начинает худеть, крутить То некоторые люди пугаются Говорят, что это, что это происходит С нами в этой ситуации Это защитный механизм Это как раз такой вентилятор для радиатора Всё нормально сейчас пройдёт и успокоится Но когда человек начинает вдруг давить на газ сильнее Газовать, ехать и стараться что-то ещё тут сделать Выключая ещё и печь радиатора Усиливая вот этот приток тепла туда То он ухудшает это состояние И теперь это всегда происходит Так вот, отвечая на вопрос Звоночек ли Это действительно колокол Говорящий о том, что сейчас на данный момент В вашем психике накопилось столько напряжения Вот именно напряжения Которое надо сбросить сейчас И вы его, по сути, и сбрасываете И человек, который понимает, что происходит У него формируется определённое отношение И на самом деле Человек, знающий, что вот сейчас у него это будет длиться Восемь с половиной минут Он начинает считать Ждать эти восемь с половиной минут А у него раз и на пятой минуте заканчивается В следующий раз заканчивается на третий А через ещё один раз ожидаемый Как-то не произошло И он ждал-ждал целый день А не произошло И он уже расстроен Куда делась моя паническая атака? Давайте поговорим про причины Потому что есть уже такая определённая классификация Что может привести к появлению панических атак Причём давайте сразу же проговорим Что этому подвержены любые возрастные категории Да, мы с вами сейчас Великолепно я вижу это По своим, например, клиентам Которые в подростковом периоде Прямо там, начиная с 12 лет Подходят, да И заканчивая там совсем пожилым возрастом Да, на самом деле Исследования, которые пытаются Исследовать, к какому возрасту Это более подвержено Они говорят, что это Больше, чаще обращаются По крайней мере, за этим Обращаются с этим состоянием Женщины Но это там в пять раз больше Да, вот там такая цифра Официальная, что в пять раз больше Обращений у женщин Но ведь мы понимаем, что мужчины Ну, такой настоящий рыцарь Обращается к врачу Когда обломок копья Действительно мешает ему спать Да И он вроде бы ходит Вроде бы Ну, вроде бы ходит Вроде бы нормально функционирует Но на самом деле В нем это тоже случается И вот на моей практике А я практикую около 13 лет Действительно Есть и такие брутальные Серьезные мужчины Которые являются Ну, такими Они уже вот при погонах Они все уже вот серьезные Действительно И женщины И дети Которым там 11-12 лет И люди старшего Уважаемого, да Возраста То есть все И мы говорим Что подверженность здесь Характеризуется не возрастом А условием В которых человек находится И что еще я хотел бы Наверное здесь заметить Подметить Что чаще К сожалению Несправедливо Мне кажется К сожалению Этому подвержены люди Воспитанные Образованные И которые не позволяют Себя верещать Как сумасшедшие На всех окружающих Только потому что Что-то идет не так То есть те люди Которые сдерживают в себе Некоторые эмоциональные порывы Да, ведь смотрите Наш русский язык Он очень образный Сдерживать то Держу себя в руках Не позволяю себе Не даю себе возможность А вот это то же самое Что кипятить воду Давя на нее На кастрюльку крышкой Рано или поздно Опять-таки Как вот в вулкане Да, выйдет Почему еще не действует Вы знаете Сталкиваются люди с тем Что медикаментозное Фармакологическое лечение Не то чтобы неэффективно В некоторых ситуациях Действительно неэффективно Но чаще всего И вот действительно Есть такие уважаемые исследователи Там Беллинджер Брок Ну прочие такие люди Они говорят о том Что в 50% случаев Через полгода Симптоматика возвращается Почему? Да потому что Вот крышка приоткрылась Пар выпустился А потом закрылась И снова это все накапливается И только медикаментозное лечение Оно здесь Неэффективно Оно неэффективно Потому что основная Как раз таки причина В том что человек Напрягается Человек как расческа Наэлектризовывается И вот так как человек Не может это Никуда деть Кроме Ну в семье же Он не может это выражать На работе он не может это выражать И поэтому люди Которые являются Ну такие знаете Учителя Которые не могут Тут кричать Дома Который Он всегда Такой воспитанный человек Это операторы Работающие с клиентами Обращающимися Особенно с жалобами К ним Потому что Понятно что Человек ему звонит Или напрямую Говорит претензию свою Хотя тот не виноват И вот Соразмерность ответственности С тем что Я в ответ скажу Да это действительно Ну и врачи Конечно же Скорая помощь Потому что Ну мы же понимаем Что постепенно Это все переходит Перегибается палка В сторону того что Это уже оказывается Не услуга Оказывается Что они должны Ну как то Вести себя Смиренно Опусти глаза в пол И в общем Вот как терпеть Мало того Все эти медикаменты Которые чаще всего Назначают при панических атаках Да Они же какую функцию Выполняют Опять таки Притормозить Эмоциональный Да Фон Понимаешь А надо то наоборот Что сделать Да Ну конечно И мы говорим о том Что принять болезнь Принять состояние Хотя это не является Болезненным состоянием Это значит Сделать шаг Показываем как надо Объясняем как не надо И когда он делает как не надо Объясняем почему С этого момента Нужно делать так как надо Но в этой ситуации Мы не берем реакцию ребенка Если ребенок хочет А он справедливо Вот это хочет Потому что как-то так устроено Что все магазины зациклены На росте ребенка На уровне его глаз Самое вкусное Самое красивое И к сожалению Самое дорогое А мы же это понимаем Мы говорим Все это не надо Денег нет Держись Отстань Потом Вырастешь Сам себе купишь Ребенку нужно сейчас И на самом деле Когда мы ему запрещаем Или когда мы ему как-то объясняем Его негодование Оно должно куда-то деться Обязательно Вот если мы ему запретили И он это не трогает Это хорошо Но если он при этом Топает ногами Кричит и плачет То в какой-то степени Это нормально Это ненормально Для охранника этого магазина Ненормально для продавцов И для самой мамы ненормально А для родителей и ребенка Это нормально Поэтому реагировать на то Что ребенок возмущается Это нормально А иначе это взорвется Иначе это накопится И вот когда-нибудь Пусть это в 25 лет Пусть это в 35 Но это выльется во что-то Потому что вот И поэтому мой призыв Разрешите детям Выражать свои эмоции В ответ на ваш запрет Да, они этому запрету следуют Ну хотя бы эмоции им разрешите Или вообще просто Разрешите им выражать Эти эмоции Принимайте их Да Принимайте такими Какие они есть Ну а там уже Справляйтесь со своими Эмоциями сами И вообще да Разрешив себе Действительно Отреагировать Те эмоции И вот этого напряжения Чуть сожалею и сожалею Но на самом деле Есть и категория людей Которая этому состоянию Не подвержена Это человек Который абсолютно Не задумывается Как на него будет смотреть Которому иногда К сожалению Опять-таки Наплевать Как на него будет смотреть Который верещит Кричит Ругается по любому поводу У которого только Где-то вот Пошел наплыв Он это все выкинул На родных Близких И дорогих Его сердцу людей Или не очень дорогих Обнулился И идет дальше А вот это Он жив и здоров А они уже напряжены Они уже переживающие У них уже руки Кстати еще хочу Про причины назвать Часто бывает такое Например Если опять-таки И брать подростков Прямо всплеск Панических атак Возникает не до экзаменов А после экзаменов Когда вот ребенок Готовился 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 Сдал эти экзамены И потом буквально Через 2-3 недели Вдруг случаются Вот такие Приступы Панических атак Это еще раз Подчеркивает Вот накопленную Природу Вот этого стресса И на самом деле Напряжение Которое мы не отреагировали Оно все равно Куда-то денется Вот В основе Этого состояния Лежит конечно же Тревожность И там где есть Тревожность Есть тропиночка В сторону Вот этого Вегетосудистой дистонии Вот этого Психической судороги Как это проявляется Ну дело в том Что Ненормальная Вот тревога Это всего два типа Что-то произойдет И чего-то не произойдет Я тревожусь И по этому поводу И по этому могу тревожиться Вот наиболее Осознанная позиция Это когда Я опасаюсь Что произойдет Например Вот такая-то ситуация В результате чего Конкретно вот такая ситуация Не случится Например Мой ребенок Не успеет Вовремя к первому уроку И значит Он Ну что-нибудь Не получит пятерку Или я получу звонок От учителя И мне придет То есть осознанная вещь А тревожность Которая ненормальная Это когда я боюсь Чего-то Что не важно Произойдет Не произойдет Я просто боюсь Я просто боюсь Что что-то где-то случится И вот это вот Постепенно и приводит Например По вопросам тревожности Очень много И очень часто Обращаются молодые мамы По вопросам тревожности Обращаются Отцы На плечи которых Сейчас взвалилась И ипотека И кредиты И тут надо платить И тут нужно купить И тут еще что-то Появился какой-то налог То есть Те люди На чьих плечах Лежит забота о Я приведу два примера Они действительно Наверное На мой взгляд Важные и показательные Первая Молодая мама Вот Она понимает Что теперь Вот тот ребятеныш Который у нее есть Ребятеночек Вот это чудо-чадо Она для него опора Она для него защита Она вот Своим крылом Прикрывает его От невзгод жизненных Ей кажется это непосильно У нее в голове Возникает мысль Которая может свести ее с ума И вот те Кто далеко от этого Они сейчас подумают Что я ну Чего-то куда-то поплыл А вот те Кто действительно В теме Они поймут Что я сейчас скажу Прямо наверное в точку Она смотрит на своего ребенка Понимает Что он милый Что он беззащитный И думает А если я с ним Что-нибудь сделаю И она пугается Этой мысли И понимает Что сама мысль Как она могла к ней прийти И если она ко мне пришла То что я за человек И что я за человек С моим маленьким ребенком И вот это происходит Состояние Когда неконтролируемая тревога И она говорит Как я теперь вообще Могу его в руках держать Вторая ситуация Подобно этому Которая приводит К реальной ситуации С паническими атаками Мужчина Отец семейства Трое детей Жена Кот И какой-то еще там Бурундучок Где-то крутит свое колесо И он говорит Они купили новую квартиру Там нужно действительно Ну Купить новую квартиру Это не значит Что заехать И все хорошо Да это последние деньги Отдать за квартиру На последние деньги Купить обои И понимать Что нужно еще тут Много чего доделывать И вот у него Строиматериалы стоят Он сидит Он это все принес Сел на диван Сердце у него Ну такое бьется Потому что он это все Таскал с первого этажа На девятый Или на седьмой Сел и думает А вот если со мной Что-то произойдет И они не смогут Ведь без меня Ни ремонта Доделать Ничего И в этот момент Его накрывает волна Панической атаки Потому что Когда мы говорим А если Наше воображение Обязательно дорисует А если меня побьет Думает человек А у него уже Ушибы и ссадины Пусть невидимы Но уже болезненные И вот как только Эта негативная оценка Того что произойдет Она добавляется То тогда Эта ситуация фиксируется И вот эта ловушка Захлопывается Мысль плюс энергия Равно действие Негативная мысль Плюс большая негативная энергия Равно негативное действие И вот паническая атака Это реально существующий процесс Это не выдумка нашего мозга Итак Артем Теперь нам понятно Что же такое панические атаки Что это за состояние И кто подвержен им И какие причины приводят К этим состояниям Какая же помощь Возможно При панических атаках Дело в том Что в этой ситуации Ну действительно Это та ситуация Где легко Быстро И прямо вот За 5 минут Не получится Хоть и наш И наш интернет пестрит Как за 5 минут И избавиться От этого всего Да Необходима действительно Работа Работа серьезная Работа фундаментальная Но она направлена Как раз таки На расслабление На расслабление Психологическое И тут работа идет Психотерапевтическая На расслабление телесное Потому что наши зажимы Они действительно Они вот мы зажаты Мы зажаты Потому что у нас есть Тот мышечный панцирь Который нас схватывает Буквально Вот это вот ощущение Что сосуды сжаты По ним кровь должна Идти все сильнее и сильнее Ну и поэтому мы рекомендуем Обычно рекомендуем Психотерапию И плюс массаж Но психотерапия должна быть Того формата Чтобы она была связана С телесно-ориентированной терапией Для того, чтобы именно На телесном уровне Убрать эти зажимы Есть практика Телесно-ориентированной терапии По методу Райха Да Есть Отличная Замечательная Техника Рейки Когда мы действительно Позволяем человеку Чувствовать Симметрично Уравновешивая Каждую зону Из семи Начиная Глаза, виски Горло Ну проходя Все эти зоны Да Когда мы позволяем Расслабить Вот это Есть система Резет Да То есть Руководствуясь Любой системой Мы можем отпустить В человеке Позвольте мы отпустить Те зажимы Которые в нем есть А человек должен быть Сонастроен Вверх Низ Лево Право И внешне И внутренне Помимо этого Мы говорим о том Что к сожалению И образ жизни Ну почему к сожалению Образ жизни Он влияет на это все И значит придется поменять Вот к примеру День и ночь Когда человек ночью работает А днем отдыхает Конечно же Не все это могут поменять Но например Минимальная физическая работа ночью И какой-то вот Активность днем Позволяет так Нашу кору Так наши надпочечники Заставить работать В правильном режиме Чтобы тот адреналин Адреналовый Кортизол Ну чтобы все это действовало В том ритме В котором и должно действовать Не сбивалось Ведь по сути Когда много адреналина Выбрасывается в кровь Тогда возникает Респасистическое состояние Когда вот все это происходит Поэтому мы говорим Потому что Вели-то сосудистой дистонии У нас все-таки Регулируют как раз гормоны Ну конечно То есть это связано Именно на них И по-другому Мы еще конечно же говорим Что это по сути Симпатоадреналовый криз Вот если уже вообще Говорить таким Правильным Медицинским наумом То есть что рекомендуется Контрастный душ Который позволяет Расслабиться напрочь Русская баня Которая наверное Да и создана Просто для этого Когда мы сначала Расслабились Потом напряглись Потом снова расслабились Потом в сугроб Снова напряглись И снова расслабились Когда мы сонастроились И конечно же Отреагирование Это что значит Попеть шальную императрицу На пол района Правда днем Да Поиграть в волейбол Ну так чтобы шлепнуть по мячу А он до того угла И обратно Потопать ногами Поболеть Покричать за любимую команду Пусть это даже и дома Но опять таки Не мешая соседям Отреагировать Не отреагирование Всегда придет Вот Приведет к чему-то плохому И вот есть 7 моментов Которые наверное Очень быстро Очень бегло Но хочу сказать Как Как неотъемлемо Ну как то что я хотел бы донести Первое Паническая атака Не опасна Опасно отношение к ней Которое усиляет Паническую атаку Второе Она не длится бесконечно Как бы нам ни казалось Чаще всего Это 7-8 минут Ну раз от раза Когда мы начинаем Начинаем работать Действовать Она снижается Это продолжительность И вообще Острадает ситуации Сама паническая атака Вот эта психическая Судорога Она полезнее даже Она лучше Чем тот фоновый стресс Который мы ходили Потому что рано или поздно Он где-то выстрелит Также вот Нам нужно понять Что это защита Это защищающая Сохраняющая форма нас А иначе наша психика Просто вот Взорвется Лопнет И будет плохо Также вот Здесь Избегать этой ситуации Только бы не возникло Охранительное такое поведение Не дай бог Это где-то вот будет со мной Оно только усиляет Оно не помогает То есть ты живешь Все время в ожидании Да Какой-то четкой причиной Какой-то четкой причиной Этому нет Это совокупность Безобидных По одиночке причин Но вот их совместное Нахождение друг с другом Является таким симптомокомлексом Вызывающим Эту бурю внутри нас И наверное Окончательное Седьмое Постоянное Внимание Не началось ли у меня ТПА Не пришла ли она снова Вроде бы 5 минут Должно назад она случится Вызывает это Панечную атаку И то что мы должны сделать Мы должны ее принять Мы должны ее не просто Перетерпеть А отработать это И психотерапия здесь Помогает ну наверное Максимально эффективно И отработать это Умея напрячься Отпустить Прочувствовать где лево Где право Прочувствовать Насколько вот в этом месте Напряжено И дать возможность Самому себе Проявлять те эмоции Которые в нас есть Но проявлять их экологично Гармонично для других Не отравляя жизнь им И не добавляя им Панических атак Избавившись От них самому Да потому что Надо признать Что не только сам человек Страдает Когда у него Есть эти панические атаки Но он держит напряжение Всех окружающих себя людей Потому что они же тоже думают Так до чего же мы Довели этого человека Каким образом Начинают брать ответственность За его состояние На свои собственные плечи Да усугубляя эту ситуацию Панические атаки Не опаснее простуды Если мы с ними работаем Грамотно То есть машину Моют автомойщики Да Вот с ситуациями Которые связаны Вот между телесным И психическим Это как раз таки Такая психосоматическая Психотерапия Которая избавляет От этого состояния Главное Вовремя Это не просто отследить Но и не Не сожалея об этом Не пытаясь тут Поскорее застраховать себя Наглубинсум Просто понять Что это решаемо С этим нужно справляться Да потребуется Когда-то 8 сеансов Когда-то нужно 2 сеанса То есть Но это нужно сделать Это нужно исправить И сделать так Чтобы вот эта ситуация Была для вас решена И она больше не фонила Не так синела Ваше будущее Это все решаемо Артем Вы рейки-терапевт И я так полагаю Что в совершенстве Владеете этой методикой И здорово помогает Да Она при работе С паническими атаками Я хотел бы сказать Что это не единственная практика Которую мы используем Этот разговорный терапевт Это тоже очень хорошо помогает Это тот инструмент Который позволяет Вот именно в этом состоянии В состоянии Когда необходимо физическое С психическим Соединить Она помогает Как и прочие другие методики Рейки Одна из разновидностей Цигун К примеру То есть Есть Некоторое Такое мнение В обществе Что вот что-то названное Как-то Это скорее всего опасно На самом деле Как говорят Прав тот Кто вылечит И по сути То чем занимается Та же Рейки-терапия Это приведение человека В порядок По семи На семи уровнях Это Как раз таки То что мы видим То что мы говорим То что мы слышим То что мы чувствуем И вот на каждом Из этих уровней Человек Ну знаете Вот это Сказать Что это что-то Такое Нетрадиционное Что такое страшное Это совсем не то Ведь нас по сути Погладит мама ребенка Ребенка Снайся комфортно Мы голову Погладили себе Ранку Ударились Погладили Тепло наших рук Успокаивает Когда мы Котенка Берем Берем Он засыпает Вот это то же самое И я вообще Не призывал бы Концентрироваться На каких-то названиях Концентрироваться На каких-то Вот именно Буквенных сочетаниях Это та практика Которая на самом деле Очень тесно связана С телесной Ориентированной терапией Вильгельма Райха Которая Ну позволяет Вот зажимы убрать Позволяет вообще Своё тело Прочувствовать Да И свои эмоции Которые у тебя Где-то в теле живут Да Тоже их осознать Поэтому я и говорю о том Что рейкетерапия Массаж Психотерапия То есть те Состояния Вот те инструменты Которые здесь можно использовать Их нужно использовать И говорить только о том Что я вот только рейкетерапевт Это значит Что я столяр Но пользуюсь только рубанком Это неправильно А все остальное не беру Хороша ложка к обеду А инструмент Именно к тому виду работ Который нужен здесь сейчас И поэтому Те люди Которые Действительно чувствуют Что что-то в их жизни Не так И они чувствуют Что-то начинает сказываться На их физическом состоянии Да Они могут сами попробовать Определённые Те виды практик Которые их успокаивают Нам самое важное Успокоиться Но перед этим Выбросить с себя Вот те мешки с мусором Которые в нас накопились Эмоционального мусора Просто так И мешки оставить И чтобы в комнате не пахло Ну так не бывает Нужно избавиться Позволить себе это сделать Заботьтесь об окружающих тоже И поэтому Вот я как раз таки Для того здесь Чтобы сказать Что всё решаемо Нужно только это решать Спасибо большое Сегодня у меня в гостях Был Артём Скобёлкин Директор Центра кризисной психологии Два крыла Психолог-психотерапевт Мне было сегодня с вами Очень интересно И до новых встреч Мне тоже Благодарю До новых встреч Всем здоровья Практическая психология